Город превратится в рабочий поселок. Это только угробит наш город. Как только не высказывались участники градостроительного совета на прошедшем накануне заседании. Шквал негативных возмущений вызвал проект второго в городе гипермаркета Лента. Где планируют его разместить и чем чревата для челнинцев эта постройка? В репортаже с места событий. Поселок Изябь – территория за остановкой Пединститута. Здесь на пустыре должен появиться гипермаркет площадью с футбольное поле. Плюс парковка на 500 мест. Эту территорию Лента выкупил еще в 2016 году. И от своих планов отказываться они не намерены. Вопросы к представителю Ленты были не только относительно архитектуры, но и расположения объекта. Набережная Челнинский проспект – это участок, на котором регулярно бывают пробки. Транспортная развязка здесь и без того хромает. А тут еще и гипермаркет, куда будет съезжаться весь город. Поступило предложение поискать более подходящее место для торговой точки. Мы попытки делали с хозяевами вот этого участка, чтобы они продали, продали, перепродали нашим бизнесменам. Они запросили огромную сумму. Тогда это было 700 миллионов. 700 миллионов ни один наш инвестор не захотел его покупать. В итоге проект решили отклонить до следующего заседания и не выносить его на голосование. Как и другие. Не одобрили участники городсовета расширения бизнес-центра «Единство» у остановки электротехников. По мнению некоторых, пристрой напоминает больше аппендицит, нежели офисное здание. Также реализация проекта уменьшит размеры парковки. Да и к его разработчикам возникли вопросы. Повторно была отправлена доработку проект офисного здания в промзоне. Главный архитектор города предложил придать динамику здания и не превращать его в барак. А центр под кафе, магазины и офисы возле торгового центра «Ситимол» раскритиковали за отсутствие парковки. Кристина Маматова, Андрей Буслаков, Радиганеев, Челны, 24.